Рассказ, который вы сейчас прослушаете, является частью большой развивающейся научно-фантастической вселенной Метрономикон. Вселенной, так похожей на наш с вами любимый фонд, но так отличающейся от неё, если вы погрузитесь глубже. В озвучке этой и многих других историй принимали участие хорошо знакомые вам дикторы SCP Foundation. В написании рассказов были задействованы множество потрясающих авторов. Среди которых Сергей Лукьяненко, Олег Дивов, Леонид Каганов и многие другие. Подписывайтесь на группу по ссылке под постом, слушайте и делитесь впечатлениями со своими друзьями. Ваша активность очень поможет в развитии проекта. Также, если вам захочется узнать ещё больше о мире Метрономикона, вы можете оформить бесплатный предзаказ книги также по ссылке под постом. Приятного прослушивания! Дарья Зарубина Хомо Алес Анна Домини Вагон покачивался по громых ивеносочленениях и швах, скрытых в темноте под колёсами. Мир метро был неровен и скор. Пара коконов, свисающих с потолка, откликались колыханием на каждое движение состава. Возле коконов дежурили скучающие крылатчики. Когда качало особенно ощутимо, военные придерживали коконы, чтобы случайно не сорвало. Серые стручки инфильтрации покачивались, словно замурованные колыбели, готовясь раскрыться. Внутри них, пульсируя в такт вагону, зрела чья-то беда. «Анна Домини», — повторила Катя про себя, заложив пальцем учебник латыни. «От Рождества Христова, Лето Господне, Анна Домини». «Зачем советскому спецу эта религиозная чушь?» «Граждане посажены». Позвал из динамиков невидимый диктор. Его голос тонул в хрипе и перестуке колёс. «Переход со станции Пионерская на станцию площадь Ленина временно закрыт в связи с появлением инфильтрационной угрозы. Убедительно просим избегать от него нашел». «Ещё зона». Тихо бросил один военный. Плотный, лысый в чёрной куртке. Другому, невысокому парню с рыжеватой щетиной на щеках и в маленькой чёрной шапочке под цвет форменного комбинезона. «Интересно, что за дрянь?» «Лишь бы скрылась побыстрее, а то в отделе полтора человека», ответил второй, зевнув. «Вот пусть институтские сами за этот стул оторвут. Покараулят хоть одну аномалию». «Хоть сутки, через двое», — усмехнулся щетинистый. «Аномалия», — подумала Катя. «Аномалия». «Малия» по латыни — плохо. Плохой год. Новая эра. Или это исчисление новое. Инфильтрационное. «Просачивающиеся». Тоже латынь. «Инфильд рацио». «Инфильд» — это проникать. «Рацио» — разум. «Девочка, девочка, раскроется кокон, и зомби съест твой мозг. Раскроется другой, и белая слизь поработит твой разум. Влезет тебе в голову в лето давно не господня от Рождества инфильтрации». Она поняла, что больше ни слова не сможет выучить. Убрала учебник в сумку. Наклонилась завязать шнурок на туфле. В голове все складывались в странные цепочки, перемешиваясь русские и латинские слова. Впрочем, аномалия — это ведь греческий. Папа преклонялся перед античностью. Читал лекции в трех университетах. Вечно в разъездах. С тех пор, как отец исчез, мама упрямо твердила, что папа теперь — летчик. В школе смеялись. Все хорошо его помнили. Немного сутулы в черном долгополом пальто и профессорской шляпе. Скромные и кроткие, как дореволюционный чиновник. Летчик? Таких в летчики не берут. «Сел твой папка, наверное. По нему ж видно политический». Дразнили одноклассники. «Иль вообще сдох. Сожрал его кто-нибудь. Или позвал, и он такой пошел весь в слюнях и под землю. Опа! А, Катюх, может твой старик давно мутант?» А папа просто сменил институт. Теперь он не ездил туда каждый день на работу. Он там остался. Но Катя не могла рассказать. Тогда еще было нельзя. Все было секретно. Папа. Инфильтрация. Кокон. Первый выживший. Это сейчас коконы свисают с потолка, и никто, кажется, не замечает. А тогда он просто поехал на работу в университет и не вернулся. Катя видела однажды, как инфильтрацию тянуло человека в метро. Он стоял на платформе, а потом что-то хлюпнуло у него под ногами, раскрылось, как круглый слюнявый рот, и нет никого. Иногда, положив руку на теплую шероховатую кожу сиденья в вагоне, она пыталась выйти на связь с разумом состава, договориться с ним, чтоб однажды он выбрал ее. Катя подошла к кокону, остановилась на предписанном расстоянии, показала боецу студенческие корочки. Здравствуйте. Давно зреет? Щетинистый поднял на нее прозрачные пустые глаза. Дня три, наверное. Глянуть можно? Боец принял корочки, заглянул. Будущий криптограф, значит? Спортсменка? Комсомолка? Вроде того. А профессор Ратманов не папа ли тебе? Папа, лысый присвистнул. Ну тогда смотри. Только руками не трогай, комсомолка. Оперативники переглянулись. Лысому эта шутка понравилась. Катя приложила ладонь к пульсирующему боку кокона. Внутри плескалась боль. Ну что, человек там или стволы наготове держать? Катя провела кончиками пальцев по острым конусам выступов на коконе. Катя приложила ладонь между ними, вдавила, позвала тихо. Вы здесь? Словно выдохнуло что-то. Но не внутри. Снаружи. Со всех сторон. По кокону пробежала едва ощутимая дрожь. Так, руки убрала, комсомолка. Катя дернулась, но вагон внезапно замедлил ход, так что оперативники покатились с мест, группируясь на лету. А ее вдавило во внезапно размягчившуюся стенку чертовой колыбели. Ладонь ушла в мягкое, и кто-то вцепился в нее с той стороны. Сквозь тонкую стенку она различила пальцы. «Хомо!» Вспыхнуло в мозгу. «Амикус!» Колеса с крежетом и свистом выпивали это на разные лады. «Хомо амикус!» «Человек!» «Друг!» «Лопус эсэсэсэ!» «Сука! Леха! Передавай, что у нас прорыв кокона. Между новой и площадью, ближе к Ленина. Комсомолка! В сторону!» Катя дергалась, но тот, кто был внутри, плотно вцепился в нее, твердя сквозь кожу по нервам прямо в мозг. «Хомо! Хомо!» Лысый подскочил и отрезал кокон от свода вагона. Ранка затянулась, уронив на пол пару капель сизой жижи. Кокон покатился под кресло, дернул Катю на пол. Она упала. Кожура треснула, сукровичное нутро плеснулось по полу, подтекло ей под хорошее еще драповое пальто. Бойцы уже не пробовали помочь, стояли, направив оружие на раскрывающийся кокон. Когда хватка чужой руки ослабла, Катя выдернула запястье и поползла в сторону, то и дело оглядываясь. Она хорошо помнила рассказы отца. Летун, рождаясь, ломает кокон. Даже антропоморф может наброситься сбить с ног. А если вызрел крылан или протей, и ему позволили отделиться от кокона, иногда проще залить фиксатором весь вагон, и в лучшем случае на консервацию. Он не ломал и не прыгал. Выпал, как блеклая личинка. Бледный, очень худой мужчина лет сорока. Все его тело было каким-то тусклым, полупрозрачным. Видно было, как под кожей двигаются мышцы. И в животе что-то перекатывается спазмами. Длинные стрекозиные крылья, блестящие от бурой слизи вздрагивали, словно по ним проходила судорога. То место на спине, откуда они росли, было отечным и сизым. Прохрепел новорожденный. Его вырвало с укровицы. Считай, Марка. Щетинистый Марка уставился на хронограф. Катя поняла, что боится вдохнуть. В течение минуты после первого вдоха вне кокона протей обязательно изменит форму. Даже если в исходной был антропоморфом. Он изменит форму, и его убьют. Руки новорожденного разъехались на теплой жиже. Он упал лицом в пол. Минута. Ну вот. Как там примета? Если минуту молчат, летчик родился. Милиционер. Ты комсомолка, как не институтская. Как у такого крылатого папы, такая доча скучная. Может еще куколка? Потом как вылупиться. Катя от обиды растеряла все слова. Что вылупилась, стрекоза санбиотеховская? Ты же криптограф будущий. Работать давай. Контакт установила, расхлебывай. Мы институтов не кончали. Да и я еще нет. По тоннелю к ним уже спешили какие-то темные фигуры. Вагон вздрагивал, готовый в любой момент сорваться в привычный бег. Но летун тихо гладил его бессиленной рукой, усмиряя. Летуна подняли, усадили. Он был совсем голый, и Катя старалась не смотреть, куда приличной советской студентке смотреть не положено. Если она, конечно, не учится в медицинском. Учебник выпал из сумки, его залило слизью из кокона. Двери открылись. Их приняли. С латынью как, гражданка Ротманова? Спросил кто-то суровый в черной форме. Вы же криптограф? Послезавтра экзамен. Ну вот и сдадите досрочно. Вахлаков, сопровождайте до выяснения. Костенко, останетесь на объекте. Человек в черной форме кивнул на болтающийся в углу вагона второй кокон. Есть, товарищ. Лысый Леша Костенко не успел договорить. Второй кокон забугрился, словно вскипая. Лопнул с оглушительным хлопком, окатив слизью стены вагона. Все задвигалось. Сидения со скрипом начали грудиться. Пошла морщинами плоть в состава. Новорожденный крылан в холке был метров двух от силы, но мощный и широкий. Длина руки, словно арахнит. Стрекозиные крылья сверкнули сталью. Тварь расправила их, перерубая поручни. Крылан слепо повел длинной серой мордой. Заклацали длинные челюсти. Крылатчики открыли огонь. Катя зажала уши ладонями и побежала прочь из вагона. Мокрое от слизи пальто было тяжелым, ноги ватными. Она слышала за спиной выстрелы, уже редкий, скрежет раздираемого металла. Наступила на шнурок. Споткнулась. Кто-то подхватил ее, крепко прижав. Ноги оторвались от земли. Катя зажмурилась, повторяя словно позывной или клятву. Хому амикус. Воздух опалил губы холодом. По голове и лицу хлестнула сеть. Их сдернули на землю, не позволив подняться. Летун, сцепившись к Катю, озирался дико рыча. Бормотал что-то полумертвевшими губами на мертвом языке, который Катя еще не сдала. Что лопочет наш красавчик? Спросил кто-то. Девочку отпусти. Мы стрелять не будем. Капитан Страшнов, папин друг из института, кивнул Кате. Мол, не переживай, все под контролем. Катя с грехом пополам перевела. Летун разжал руки. А теперь, гражданка Ратманова, объясните мне внятно, какого хрена он говорит на латыни? Я не знаю. Капитан укоризненно покачал головой. Учила в метро? Катя грустно кивнула. Дочка профессора Ратманова, которая с восьми лет знает о летунах больше, чем некоторые академики. Учила латынь в метро рядом с коконом. Они сказали, только три дня зреет. Летун, вздрагиваясь трекозинами крыльями, смотрел на нее во все глаза. Умоляюще сложил тощие и бледные руки. Катя с пламенеющими от стыда ушами стояла и смотрела под ноги. По асфальту разбегались трещины. Она не глядя протянула руку. Летун вцепился в нее. Поднялся. К спецбиотеховской инфильтровозке пошли вдвоем. Угрюмая девчонка в грязном драповом пальто и голый тощий летун. За ней волочился развязавшийся шнурок. За ним сникшие стрекозиные крылья. «Умная баба в метро. К беде». Усмехнулся кто-то. Страшно вгрозно глянул на шутника. Это, Вася, не баба и беда, а два будущих советских специалиста.